АЛТАЙСКИЙ КРАЙ АЛТАЙСКИЙ КРАЙ АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Как правило, люди безалаберно и безответственно относятся к этому, вследствие чего возникают такие пожары. Также у нас и в большей степени пожары происходят в частном секторе. Это тоже, как правило, является неосторожное обращение с огнем, либо устаревшая электропроводка, либо неисправное печное оборудование. Насколько чаще пожары в частном секторе случаются, чем в городской черте? Вы знаете, по-разному. В основном, конечно, частный сектор у нас страдает это в зимний период, когда у нас идет пора морозов. Начинают люди активно пользоваться печным оборудованием, кто-то начинает пользоваться электроприборами отопительными. Соответственно, неисправность этих электроприборов и приводит к тому, что происходит замыкание электропроводки, происходит возгорание. Соответственно, как правило, еще и в ночное время. К сожалению, как уже сказал, была гибель. Соответственно, большинство гибели людей как раз именно произошло в частном секторе. Поговорим сейчас о теплом сезоне, который уже начался, впереди майские праздники. Вот о чем стоит напомнить садоводам, чтобы они не столкнулись с огнем? В первую очередь, это, конечно же, навести порядок на своей приусадебной территории. То есть мусор, траву всю убрать и, конечно же, не сжигать ее на открытой площадке. То есть это должно быть определено руководством, так скажем, садоводства, территория, куда вывозится весь этот мусор и потом в дальнейшем утилизируется на специальные площадки. Но, к сожалению, у нас люди на майских праздниках, это связано с шашлыками, начинают активно сжечь и забывают элементарные правила о том, что рядом со строениями нельзя сжечь, разжигать. Поэтому такие моменты и случаются. Сложность еще заключается в садоводствах в том, что у нас плотная застройка идет и в сухую ветреную погоду, если люди допускают загорание какого-то либо мусора, либо растительности, пламя очень быстро распространяется. И, соответственно, поймать его уже намного сложнее становится. Ну, подразделения справляются. И поэтому призываю жителей внимательно относиться. И когда вводится у нас на территории Алтайского края, в том числе и на территории города Барнову, особый противопожарный режим, исключить любое открытое пламя. То есть именно сжигание мусора, либо разведение костров и так далее. Насколько, в принципе, наш город готов противостоять стихии? Вот перед горячей порой наверняка вы готовились. Расскажите об основных мерах. Основные же меры, конечно, это администрации районов и города. Проводится опашка, то есть минимализованные полосы делаются, проводятся, соответственно, профилактические рейдовые мероприятия по частному сектору, по садоводческому частному. То есть людям раздаются памятки, напоминают действия, какие необходимо соблюдать, какие меры пожарной безопасности, действия, случая возникновения пожара, куда звонить, какие мероприятия проводить и так далее. Ну, также у нас при высоком классе горимости на территории города Барнаула дополнительно у нас выставляются пожарные временные посты в тех местах, где, вероятнее всего, возникновение природного пожара. Вот это дополнительная такая мера, которую мы вводим именно в особый противопожарный режим для того, чтобы минимизировать последствия природных пожаров. А много таких постов? И где они размещаются? Хотя бы там несколько точек можно назвать? Да, на территории города Барнаула мы всегда планируем два временных поста. Это, как правило, поселок Лесной и поселок Бельмесева. Но, опять же, все мы отталкиваемся от оперативной обстановки, то есть там, где оперативная обстановка ухудшается, то есть мы, соответственно, передислоцируем эти временные посты и наращиваем уже непосредственно по силам и средствам. Как много огнеборцев на страже Барнаула? Вот если, не дай бог, случится какой-то очень такой серьезный крупный пожар, то сколько человек одновременно могут быть задействованы в тушении пожара? Ежесуточно в первом пожарно-спасательном отряде заступает 120 человек личного состава, 24 единицы основной пожарной техники и 8 единиц специальной техники. Специальной техники, я имею в виду, это высотная техника, доставки рукавов дополнительно. Поэтому при таких силах и средствах мы разом можем тушить несколько пожаров крупных, но в случае, как вы говорите, крупного мегапожара, у нас на это есть резерв, то есть по команде собирается личный состав свободно отнесения службы времени в коротчайшие сроки, в боевой расчет вводится резервная техника и также готова приступить к тушению пожара. Принимает ли участие ваш гарнизон в тушении лесных пожаров? Да, яркий пример тому в прошлом году всем известным в Егоровском районе у нас были крупные лесные пожары. Личный состав первого пожарно-спасательного отряда также принимал участие, выезжал туда, участвовал в тушении, организовывал также и подвоз воды, и непосредственно тушение этого пожара. Было задействовано 2 единицы техники и 10 человек личного состава. А какие из пожаров, ну вот лесные или, скажем так, городские, все-таки сложнее тушить? Вы знаете, каждый пожар, он по-своему сложен, и тут сложно выделить, какой сложнее, какой проще. Природный пожар, все зависит, опять же, от погодных явлений, то есть он может развиваться по-разному, и понять его, как он будет развиваться, чтобы именно локализовать его, очень сложно. Тем более большие масштабы, когда уже развившийся пожар. В городской среде это и застройка, и многоэтажность, и, соответственно, плотное задымление. Это тоже много таких факторов, которые влияют на тушение пожара. Поэтому не выделю здесь, какой проще, какой сложнее. Все пожары по-своему индивидуальны. Ну вот при тушении пожаров в жилых зданиях нередко вам приходится эвакуировать людей. Вы же сказали, что часто бывает и гибель, к сожалению, да? Эвакуируете людей, животных. Но вот если все-таки случился пожар, а люди, как правило, в такой ситуации они паникуют, да? И если им предстоит вот эвакуация, вот что бы вы посоветовали? Как сохранять и самообладание, и вообще вести себя? Ну, в первую очередь, когда уже есть явные признаки того, что происходит пожар, это нужно сообщить пожарную охрану по номерам телефон 01-112-101, это сотого. Вот сообщить, соответственно, место пожара, кто сообщил, и, соответственно, попытаться эвакуировать, покинуть это здание. Если пути, так скажем, заблокированы, допустим, живем у нас в многоэтажном доме, там жители живут на 10 этаже, а пожар происходит там на 8 этаже, соответственно, дымом и огнем перекрытые пути эвакуации, также сообщить пожарную охрану место расположения ваше, где вы находитесь, чтобы по прибытию подразделения пожарной охраны в первую очередь именно пошли на спасение, потому что основная задача пожарной охраны – это спасение людей. Ну вот, вы прибыли, нужно эвакуироваться, как себя вести, правильно, людям? Вот скажите, есть ли какие-то, наверняка же есть какие-то, да, особенности, и на практике у вас, может быть, вспомните сейчас какие-то случаи, вот такие прям, ну, показательные, что называется? Если вспомнить случай, буквально в феврале этого года у нас произошел такой резонансный пожар на второй строительной 42, в двухэтажном многоквартирном доме загорелась квартира на первом этаже в ночное время. Один из жителей, так скажем, из этого дома увидел, сообщил о пожаре и самостоятельно начал уже эвакуировать людей, спасать подручными средствами со второго этажа, так как люди со второго этажа не могли покинуть свои квартиры, так как было плотное задымление на лестничной клетке. То есть вот он самостоятельно до прибытия подразделений спас двоих детей, а по прибытию уже пожарных подразделений показал и рассказал, что происходит, где находятся люди и кому нужна помощь. И благодаря вот этим действиям, вот этого человека, было спасено порядка 14 людей и не допущено ни травматизма, ни гибели. Вот это хороший показатель. Это вот пример того, как человек совершал правильные действия. А вот как избежать неправильных? И какие они неправильные бывают? Основная, конечно, проблема — это паника. Люди начинают паниковать. И поэтому, когда люди охватывают паник, они начинают совершать глупые действия. А в особенности это дети, потому что у детей психологии настроены таким образом, что, видя пожар или дым, они начинают прятаться, не выбегать, а именно прятаться под кроватью, под столом, в шкаф и так далее. Соответственно, когда пожар развивается, плотное задымление, и человек может задохнуться. Ну, самое основное, как бы, это отравление материалами горения. Соответственно, вот эти моменты. И поэтому, еще раз говорю, паниковать не надо. Нужно, если нет возможности эвакуироваться, закрыть плотно двери и окна, чтобы не было тяги, сообщить через пожарную охрану, еще раз через пульт диспетчера, местонахождение вас, чтобы максимально быстро подразделения нашли и, соответственно, спасли. Но вот вернусь к детям. Если они все-таки вот куда-то спрятались, действия взрослого, то есть как-то объяснить, успокоить, вытащить, да, получается? Да, то есть мы именно личный состав подразделения пожарной охраны на постоянной основе проводим такие профилактические занятия и в школах, и в садиках. Приглашаем на экскурсию в пожарные части детей, объясняем им правила поведения, правила пожарной безопасности, как нужно себя вести в случае возникновения пожара, какие действия нужно предпринимать и так далее, чтобы вот именно минимизировать вот эти последствия и, соответственно, минимизировать детскую гибель. Вот в этом году у вашей службы особенный год, 375 лет, да, противопожарной службе. Наверняка и ваш Барнаульский гарнизон даже за последнее время претерпевал вот какие-то такие серьезные изменения. Что вы можете сказать? Вообще, насколько сложна, с одной стороны, работа вот вашей службы, ваших коллег, как часто вам приходится выезжать, может быть, даже ежедневно там или несколько раз в день одним и тем же, возможно, людям, да? И, с другой стороны, насколько изменилась эта служба, насколько она развивается? Пожарная охрана действительно уже существует много лет, она действительно, служба в пожарной охране и трудна, и сложна, это действительно так и есть. В среднем у нас бывает и за сутки одно подразделение может и до 20 раз выехать на пожар. Это как раз вот сезон, когда у нас сухая растительность очень сильно горит, поэтому и параллельно у нас и происходят и техногенные пожары. Вот да, вот такие у нас бывают моменты. Пожары, они были, есть и будут, поэтому сотрудники наши, они всегда готовы. У нас ежесуточно проходит занятие с личным составом, как теоретически, так и практически, где мы отрабатываем действия по тушению различного вида пожара, как на высоте, так и в замкнутом пространстве, как на открытых площадках. Соответственно, отрабатываем и действия в непригодной для дыхания среде. То есть в этом плане всегда у нас идет подготовка, то есть личный состав всегда у нас в готовности, в боевой находится и всегда готов к применению. Но и люди в пожарной охране работают не те, кто случайно, так скажем, попал, а именно по призванию. То есть те, кто понимают, знают, любят, уважают и ценят эту профессию. Развивается, действительно, она очень сильно, активно. У нас идет обновление и, как вы уже, наверное, заметили, автопарка. То есть у нас и в прошлом году мы получили новые автомобили, соответственно. Сейчас мы и активно начали применять на пожарах, в том числе, вот как раз и природных, это беспилотную авиацию для того, чтобы мониторить сверху, как происходит горение и куда направить силы и средства. То есть действительно пожарная охрана не стоит на месте, она как бы развивается. Ну и в преддверии праздника хотелось бы поздравить весь личный состав пожарной охраны с праздником, пожелать всем здоровья, счастья и, как у нас говорят по традиции, сухих рукавов. Я тоже присоединяюсь к поздравлениям, но давайте закончим наш разговор вот на какой ноте. Как каждому из нас, вот любому человеку, не допустить катастрофы? Ну, в первую очередь, это, конечно, соблюдать и выполнять требования пожарной безопасности. Если даже и возник пожар, то, как я уже говорил, это надо сообщить в пожарную охрану по номерам телефона, тоже я уже их называл, вот, сообщить, что происходит, где адресы, соответственно. Если есть подручные средства и пожар еще не развился, попробовать все-таки его ликвидировать. Ну, а развившиеся уже пожары не стоит тушить, потому что есть вероятность того, что получить ожоги, отравления и так далее. Вот лучше это уже, конечно, доверить профессионалам. Еще раз говорю, в любом случае нужно вызвать пожарную охрану. А предотвратить пожар в жилье очень хорошо помогают датчики автоматической пожарной сигнализации. То есть это то устройство, которое стоит не так дорого, но оно действительно оповещает случай, даже если у вас подгорела пища, он уже засигнализирует, и вы поймете, что у вас что-то происходит. Это действительно очень сильно помогает, и уже данные датчики не одну жизнь спасли. Спасибо большое за то, что пришли к нам в гости, обстоятельно рассказали обо всем.